всем огромный привет моим подписчикам тем людям кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас будет видео из рубрики фитнес дневник поговорим с вами о правильном питании с чего начать какие существуют помощники в деле правильного питания чем можно воспользоваться с каким настроем стоит идти на это и о многих других аспектах начала вашего правильного пути и так если вам интересно то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра прежде всего хотелось бы отметить что самое главное это настроение не стоит идти в новую жизнь практически в правильное питание в здоровый образ жизни с настроем что это тяжело что это невозможно что я буду нарушать что это невкусно все нормальные люди едят макдональдсе я не буду есть не надо с таким настроем идти у вас все равно ничего не получится вы должны настраиваться на позитив как бы это странно не звучало вы должны понимать что правильное питание несет вам здоровье несет вам прекрасную фигуру отличное самочувствие что вы будете просыпаться и улыбаться каждый день что будете делать зарядку будете правильную завтрак употреблять и с каждым днем будет улучшаться ваше состояние самочувствие ваше настроение с каждым днем все лучше и лучше будет работать ваш организм с таким позитивным хорошим настроем стоит начинать правильно питаться стоит открывать новую страничку вашей жизни только с позитивной энергетикой вы сможете добиться успеха следующий аспект это начало не должно быть резким если вы в понедельник с утра рано встанете и решите что все с понедельника на диету то есть с сегодняшнего дня все больше ничего не ем ничего вредного никак просто то есть это именно для людей у кого реально очень неправильное питание кто реально питается бог знает чем не получится вам редко перескочить на правильное питание так не бывает потому что вы питались наггетсами картошкой жареной закусывали все это допустим чизбургером и запивали кока-колой не будет так что воскресенье все это вы съели а в понедельник вы покушали куриную грудку закусили творожком выпили какой-нибудь там не знаю морковно-огурцовый фреш на этом просто вы счастливы и здоровы и все прекрасно пищевые привычки к сожалению нас очень очень сильно держит мы очень привязаны к тому что мы едим так устроен человек очень мало людей не могут отказаться от определенных видов пищи любимых в пользу более правильных вариантов без каких-то вот действительно без какого-то усилия над собой то есть очень мало людей на самом деле не любит кушать кушать любят по факту кушать вкусно любят очень очень многие из нас собственно и наверное из девушек которые сейчас по ту сторону экрана думаю что очень-очень многие любят кушать раз они пришли ко мне на канал раз у них возникла такая проблема я сама обожаю есть я обожаю вкусную еду я обожаю жирные сыры я много чего люблю и на самом деле нельзя себе резко во всем этом отказывать говорить что нет все нельзя вы сорветесь через неделю ну максимум через две все монодиеты они заканчиваются тем что либо человек просидит 7 дней на этой монодиете на этом рисе и на восьмой день съест все что он хочет просто вот и в сто раз больше либо все это закончится на пару дней раньше когда там через пять дней уже поймет что все я похудела на максимум все я идеален я пошел макдональдс все резкие ограничения все вот издевательства над собой они чреваты тем что вы рано или поздно сорветесь скорее всего рано вы должны понимать что переход на правильное питание не должен быть насилием над вами вы должны медленно но верно двигаться к своей цели вы полномерно должны ограничивать себя в продуктах вредных продуктах жирных продуктах ненужных для вашего организма и включать те же самые полезные продукты если человек не любит творог тошнит от этого творога он не должен над собой совершать просто акт вандализма и есть этот один творог несчастный есть очень много других вариантов в чем как бы и фишка правильного питания но не любишь ты этот творог покушай курицу и яйца не любишь ты курицу и яйца попей протеиновый коктейль в конце концов скушай говядину ну то есть много очень много различных альтернатив есть выбор и нужно медленно но верно приходить к этому не нужно резко с понедельника сесть на правильное питание и в субботу закончить все это зажором в макдональдсе нет не надо так делать нужно медленно но верно при перебарывать себя чтобы у вас появлялись новые пищевые привычки чтобы вы забывали старые пищевые привычки следующий аспект это учимся готовить девочки мальчики как бы она там ни была учиться готовить никогда не поздно и когда вы сидите на правильном питании это очень важно это как раз таки то что вас будет оберегать от срывов если вы научитесь вкусно готовить здоровую пищу очень много огромное количество правильных рецептов огромное количество рецептов где какие-то продукты заменены на более правильные где сметана заменена на йогурт где мясо какое-то там свинина заменена на говядину где курица фигурирует с какими-то там добавками с какими-то травами где все наши вот продукты вредные они заменены учимся готовить учимся делать печеные вещи учимся делать какие-то вещи в мультиварке в пароварке учимся в принципе каким-то даже салатом допустим каким-то заправкам облегченным учимся готовить на самом деле если вы будете уметь приготовить себе вкусную полезную пищу во первых это никогда для девушки не будет минусом если она умеет готовить и в том числе она умеет готовить полезную еду это никогда не будет минусом для вас в деле правильного питания потому что вы будете это будет дополнительный бонус который бережет вас от срыва аспект я на нем уже останавливалась в своей предыдущей серии фитнес дневника если вы его не видели то приглашаю вас ссылка будет наверху это понимание важности правильного питания для вашего организма может быть это очень так звучит воскопарно но вы должны понимать зачем вы все это делаете какую пользу правильное питание приносит вашему организму зачем вы едите эту несчастную куриную грудку запеченную там в кефирном соусе почему вы не едите сейчас чизбургер и не спиваете его кока-колой и не доедаете кусок сала просто-напросто вы должны четко для себя разложить зачем вам это надо какая у вас конечная цель и что для вашего организма приносит что вам приносит правильное питание я уже говорила о том что без правильного питания смысла в тренировках в зале допустим нет никакого только с правильным балансом белков жиров и углеводов вы сможете сбросить жир и набрать мышечную массу к сожалению другого пути нет также я бы советовал это тот путь по которому я движусь я бы реально наверное этот путь бы посоветовала очень многим кто любит покушать действительно не может себе в чем-то отказать это дни загруза небольшого скажем так это дни когда вы можете себе что-то позволить я могу себе позволить на выходные то есть там скорее всего это будет воскресенье я могу себе позволить в рамках своего дневного рациона дневной калорийности я могу себе позволить скушать что-то вкусненькое что-то может быть сладенькое что-то в суши поесть могу сыр с вином себе позволить могу все что угодно позволить другое дело что когда вы постоянно на правильном рационе во первых вы вот этот вот маленький неправильный кусочек скажем так своего рациона воспринимаете как реально какой-то супер вкусный деликатес и сыр вот этот допустим он для вас еще в 10 раз вкуснее тем более я люблю такие прям сыры-сыры я люблю бри я люблю камамбер я люблю дурблю я люблю маздам я люблю вот все самые вкусно пахнущие в кавычках сыры которые там пахнут носками трусами всем остальным вот я люблю как раз жирненькие такие сыры и собственно для меня в дни вот эти вот когда я себе разрешаю это это прям вот бомба это просто настолько яркие вкусовые ощущения это даже макдональдс становится наравне с каким-то кусочком дорогого сыра потому что я его не ем очень-очень долгое время и какой-нибудь там ну вот на самом деле макдональдс я в принципе не ем там большинство что там есть я люблю роллы очень сильно люблю роллы и я люблю сейчас креветки в кляре все остальное мне даже не интересно в макдональдсе но сам факт что сам вот этот вот момент что у вас есть один день в неделю когда вы можете себе позволить много во первых вы себе много не позволите вам организм это не позволит сделать а во вторых это будет настолько позитивные радостное событие что у вас просто там что будет подниматься настроение я реально уже там с пятницы думаю а что же мне навредничать в это воскресенье но это мой путь я не говорю что так вот только так правильно делать кто может продержаться на правильном рационе всю жизнь окей отлично вы просто гениальные люди я не могу я хочу себе позволять раз в неделю что-то вкусненькое почему бы и нет я ни в коей мере вот этот вот небольшой загруз в рамках разумного мне не мешает корректировать свою фигуру улучшать свои физические показатели и развиваться дальше терять свой жир наращивать мышечную массу также наверное хотелось бы поговорить с вами о тех помощниках которые вы можете использовать на пути вашим на вашем начинании правильного питания прежде всего я хотела бы вас познакомиться ним безумно классным приложением в app store я думаю что аналог есть и для android телефонов это life сам такой вот зелененький значок я вам обязательно напишу под видео в инфобоксе что это за приложение здесь вы исходя из своих параметров из всего что вам необходимо то есть хотите вы набрать вес хотите вы сбросить вес вы естественно набираете все свои выставляете параметры рост вес хотите сбросить хотите похудеть он рассчитывает ваш дневной необходимый рацион то есть вашу калорийность дневную также тут вы можете выставить для вас баланс белков жиров и углеводов я выставляла не тот который он мне изначально задал я пользовательски выставила то есть у меня получается белков и углеводов в равное значение а жиров два раза меньше то есть у меня 40 40 и 20 получается также здесь можно контролировать сколько вы пьете воды и сюда можно забивать свои тренировки и так же можно подключить к шагомеру или как он называется не знаю то есть у меня в 5s стоит автоматически программа который считается мои шаги за день и на эту программу life сам можно вывести эти шаги он будет считать сколько вы проходите за день сколько вы тратите калорий очень очень крутое приложение всем рекомендую я вот сегодня ленища я ничего не забила к сожалению пока что но обязательно забью это приложение очень удобно очень удобно чем удобно контролировать что вы едите удобно контролировать именно баланс белков жиров и углеводов потому что реально в голове просчитать сколько вы съели белков жиров и углеводов это очень тяжело здесь программа вам автоматически примерно рассчитает не скажу что это прям вот будет точный результат но в любом случае вы будете хотя бы на него ориентироваться где вам подкорректировать где вам где вы съедаете реально лишнее то есть здесь также есть какие-то рекомендации можно купить gold аккаунт на который я жаблюсь конечно там расширенные функции но мне пока что хватает и вот этого вот бесплатного варианта следующий аспект как помощники мои это всевозможные блогеры в инстаграм потому что сейчас огромное количество девушек ведут свои аккаунты в инстаграме то есть именно аккаунты направлены на то чтобы делиться информацией о своем рационе о правильном питании своих тренировках о том какой у них прогресс и реально очень очень много девушек толковых очень много интересных которые рассказывают именно правильные вещи о том какие проблемы у них возникали о том где и как какие продукты найти правильно где там найти цельнозерновую муку допустим господи как она манку цельнозерновую где можно найти где можно найти какой-то хлеб хлебцы еще что то вот все это информация они готовы делиться без проблем можно всегда спросить у человека очень много таких блогеров и очень очень дружелюбные девочки так что советую искать интересно для вас девушек в инстаграме подписываться на них и делиться рецептами советами и также я бы хотела сказать ролик контакта в контакте тоже есть прекрасные сообщества 0 процентов жирности худей вкусно 40 килограмм там тоже можно найти полезную информацию не вся полезно не вся та информация которая не публикует она прям вот на сто процентов полезно умеете фильтровать то есть не надо вот эти всякие диеты тощие абцей и все остальное не надо это неправильное питание я уже говорила как я к этому всему отношусь правильное питание это сбалансированное питание которое вам дает нужное количество белков жиров углеводов витаминов минералов вы чувствуете себя хорошо не можете себе голодом не идите рис неделю или не питаетесь там по 1000 килокалорий потом 600 килокалорий потом полторы тысячи килокалорий и издеваетесь над своим организмом нет это неправильное питание там есть полезные правильные рецепты есть тренировки есть какие-то полезные статьи про обмен веществ про тренировки про то как просушиться еще что то то есть ищите информацию это все очень легко найти по правильному питанию по здоровому образу жизни по тренировкам по всему очень сейчас легко и просто найти информацию просто нужно прислушиваться к себе правильном питании важно прислушиваться к себе что идет а что нет то есть у меня есть девушка знакомая которая три года отсидела на правильном питании и потом уже поняла что так получается что она набирает от молочных продуктов хотя молочные продукты в принципе они считаются правильными достаточно но вот она набирает от молочных продуктов то есть возможно не все те продукты которые в классической традиционной теории скажем так считаются полезными и правильными они подойдут вам возможно ваш организм их не примет обязательно слышите себя свой организм не издевайтесь над ним кормите его правильно чтобы он у вас был здоровый и счастливый чтобы все ваши тренировки все ваши усилия всегда оправдывались и приносили вам только позитив это все что я хотела вам рассказать сегодня если видео вам понравилось то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех новостей напишите мне пожалуйста в комментариях какие бы еще советы вы дали начинающим по правильному питанию с чего начать может быть посоветуйте каких-нибудь блогеров если от меня нужны именно ссылки в инстаграме блогеров на которых я подписана я с удовольствием ими поделюсь напишите мне пожалуйста тоже это в комментариях если вам это нужно и все всех вас люблю целую спасибо что вы у меня есть до скорой встречи в следующих видео а